всем доброе утро сегодня мы с вами опять таки же начнем новую лекцию которая должна быть посвящена нормативно правовому регулированию клинистичных работ ну о чем мы здесь вами сегодня будем говорить первая начну поговорим о производительности то есть основные два аспекта производительность лисичных работ и методика расчета затрат как бы вот основной момент на которой мы с вами принципе посмотрим дальнейшем чтобы искать правильно научиться оперировать теми или иными комплексами и правильно рассчитывать назначение и рентабельность и начнем мы с вами немножко каких общих вещей сначала это рубки леса вообще в принципе рубки леса принято разделять на три рубки то есть это главного пользования или главное до рубки рубки ухода за лесом или промежуточная значит основным основным принципом вообще различие между ними заключается в том что рубки главного пользы производится только в спелых сажениях промежуточная рубки насаждениях недостигших возраст и спелости основным значит принципом частным принципом способом рубок главного пользования являются как раз таки сплошные постепенной выборочной процессе сплошных рубок как бы все деревья за исключением подроста и молодняка ценных пород вырубаются за один прием то есть все как бы понятно да то есть вот мы грубо я сейчас буду описывать эту картинку которая у нас с правой стороны находится ну и сразу по ходу немножко будут пояснять и рассказывать значит и постепенных рубках весь древостой равномерно вырубается два-три иногда даже в принципе в четыре приема за период продолжительности как в принципе не более одного возраста класса то есть 10-20 лет значит при выборочных рубках на всей площади насаждения вырубается отдельные спелые или перестойные деревья в мире необходимости освобождается но освобождение подростка и молодняка да от мантеринского полога а также не спелые деревья оставляются которые не целесообразно в первый прием зависимости от состояния сожжения вырубаться как правило но примерно 20-35 процентов запаса срок повторяемости таких рубок составляет от 10 до 15 лет то есть где-то примерно в этих районах мы вырубаем полнота что касается полноты значит до остающейся части осаждений не должна в принципе снижаться на 0506 да то есть как бы рекомендую то есть 0506 это полнота что касается рубок ухода рубки ухода проводят для формирования высокопродуктивных насаждений то есть мы как бы уже знаем вот при проведении рубок ухода из насаждений убираются только нежелательное деревья и оставляется лучшее и вспомогательное то есть только как бы одна категория у нас убирается это нежелательное деревья рубки ухода проводят значит с момента образования молодняка и прекращает ходить на насаждениях за 10-20 лет до принятия возраст на главных рубок в мягколистенных возраст немножко отличается он составляет промежуток гидритм 10 лет рубки ухода разделяется значит на несколько рубок а именно это у нас осветление прочистки прореживания и проходные если бы вот мы с вами по второму столбику сейчас идем вы можете постепенно постепенно просто наблюдать за этим значит рубки осветления проводится хвойных и лиственных молодняках возрасте до 10 лет прочистки проводятся в возрасте от 11 до 20 лет прореживание проводится в хвойных или семенных твердолистых насаждениях в возрасте 21-40 мягколистенных 21-30 значит проходные рубки проводят в принципе для получения увеличения прироста на лучших деревьях хвойных и семенных твердолистых насаждениях проходные рубки проводятся в возрасте 41 года и более мягколистых начиная с 31 год и опять таки выше рубки значит осветление прочистки повторяются через каждые 2-5 лет прореживание через 5-10 лет проходные рубки 10-15 возможно в принципе ежегодный размер рубок ухода определять при лесоустройстве то есть это обязательно мы с вами уже этот момент поднимали две лекции назад рубки ухода за лесом проводят насаждениях различные полноты и состава значит вообще что относится у нас к рубкам ухода за лесом да какие виды рубок то есть это санитарная рубка которая просят для до оздоровления насаждения да при этом как бы из этих насаждений убирают деревья сухостойные ветровальные буреломные с механическими повреждениями да изогнутые снегом там не знаю заселены киатричными там вредителями да какими-то то есть поврежденными грибковыми заболеваниями то есть вот насаждение которое то есть уже нежелательно данных лесах значит комплексная рубка включает себя одновременно четыре рубки главного пользы и рубки ухода ее проводят на одной и той же площадке в одно и то же время наглядным примером в принципе такой комплексной рубки может служить рубка двухъярусная двёска из белая там осина допустим или березы верхний ярус и молодой или нижний удаление как бы осины да то есть и для березы да вот из первого яруса достигших так сказать спелости до возраста спелость означает по отношению к этим породам главную рубку да по отношению же к еле это рубки ухода выполнение функции принципе рубок ухода проводят через осветление ели на то есть и ослабление корневой конкуренции эти же факторы значит обуславливают возобновление ели в принципе в этом случае да являются являющейся как бы задачей всякой главной рубки значит вот в принципе комплексной рубки можно проводить в один или два или в три приема значит прототипом как говорится такого варианта является проходной рубки значит еще по-другому называют проходные рубки кравчинского при которых листинный ярус удаляется в три приема через десять лет промежутки такие то есть вот основные как такие моменты которые мы с вами можем наблюдать значит показателям вообще в принципе да то есть но это было небольшое предисловие основные все-таки у нас вопросы это по производительности машин значит показатели вообще эффективности естественных машин относится производительность то есть это один из самых главных показателей по которым то есть вообще смотрит эффективность леса заготовок значит в настоящее время значит лесах в принципе сейчас наверно везде не только то есть это где-то в лесистой местности ну и в принципе на всей территории российской федерации используется комплекс машин хорристор фарвардер то есть валочная сучка резаная скрежевочная машина и фарвардер вот как бы это основная концепция лесозаготовки да то есть данным комплекс также существует конечно ряд других комплексов волос на пакетирующих валочно-трелёвочных да то есть машин ну мы с вами рассмотрим сегодня то есть эту спарку хорристор фарвардер и по которой то есть дальнейшее будет в принципе у нас проходить все акценты то есть будем все акценты уделять только вот этой спарке значит ну в принципе вот производительность из чего у нас вообще складывается производительность самый главный то есть показатель да это у нас время цикла и объем продукции до объем холыста объем сортимента то есть ну ну как бы если в принципе мы никак не можем повлиять на объем да грубо говоря если у нас есть древостои есть уже то есть они у нас не прибавится не убавится то время цикла это у нас такой показатель который можно всегда отрегулировать вот время цикла хоррестера да то есть вот мы с левой стороны можем с вами наблюдать форму из чего состоит то есть вот четыре показателя значит т.с. это время на срезание дерева т.р. время на очистку дерева от сучьев до его раскрыжевку т.п. это время на переезд хоррестера то есть от одного дерева к другому ну и время приведения технического брудного рабочее положение т.н. то есть вот четыре главных показателя которые мы в принципе можем как-то повлиять то есть как-то честь что-то где-то ускорить что-то где-то будет производительность до машин и значит дальше спокойно работать у фарвардера в принципе принцип расчета производительность до точно такой же а именно то есть что здесь может быть вот как показано здесь значит коэффициент использован расчетный расчетного объема пачки до обязательно учитываться объем 3 мы и пачки то есть до какого уровня можно наложить уложить сортимент и да так и время цикла 3 легких ассортимент то есть вот основные три момента которые то есть мы с вами рассматриваем ну и время цикла же опять-таки здесь у нас из двух показателей состоит а именно время начать на передвижение фарвардера за один рейс да то есть сколько он делает сколько то есть времени ну и время на сбор и штабелевку ассортимент то есть время движения время штабелевки погрузки то есть сбора погрузки разгрузки стабили ассортимент то есть вот у нас основные как бы моменты ну и вот исходя из этого мы можем уже высчитать окончательно производительность нашей машины сколько она может там дать за целую смену и после проведения какого-то допустим хронометража мы можем с вами как бы выявить самые такие болезненные моменты нашей работы вообще в принципе общее время цикла как правило да считается вот по формуле где мы с вами видеть по серединке нашего слайда то есть вот смена производительность время смены обязательно да то есть время перерыва и на производительность расчетной производительности время цикла в данном случае вот склады как раз вот из нескольких моментов то есть вот можете посмотреть как бы хорвестер фарвардера тут более все проще то здесь время цикла одного захвата ассортимента грейфера и переноса его и по-другому как бы это среднее расстояние триллевки потом коэффициент учитывающий время маневрирования фарвардером как правило данный коэффициент составляет 1 и 2 значит в фи скорость движения машины тц маленько да это время цикла одного захвата ассортимента грейфера и перенос его и укладка фоники да или штабель сразу ну и средний объем сортимент то есть вот как бы основные такие моменты а mp объем как батарею пачки ну я его ранее говорю то есть уже моя показатель коэффициент то есть смотрели высчитывали то есть но не высчитывали рассматривали уже данные данные показатель значит когда мы будем знать время цикла мы можем почитать смену производительность вообще в принципе вот расчет показатель эффективности систем да как бы машины производительность в принципе как показывает эффективность важно вообще в принципе при оценке качества организации да и функционирования систем машин при различных схемах вообще разработки лесосек и видов рубок как бы вот исходя из этих показателей все можно применить то есть конкретном предприятие то есть не перебирать каждый раз новую технологию лесозаготовки до новую технологию разработки лесосеки а выходить уже на одну категорию разработок и вот по одной категории самое оптимальное для данного предприятия для данных систем для данного для данных насаждений применять одну и ту же технологию то есть с учетом этого то есть мы как раз и смотрим на какие вот самые эффективные то есть системы вообще фарварда то есть да которые могут быть вообще время цикла обработки одного дерева хрестер определяется как бы всегда определяться экспериментальным путем по методике на который заключается значит проведение хронометража затрат до времени на уборку подростка круг дерево на подведение хрестер на головке к дереву на захват дерева на срезание дерева да то есть на снятие дерева спня до раскрыжок укладку вверх пушкина волок движения хрестер 1 1 технологического состояния к следующему а то есть очень большое количество показателей которое может учитываться то есть затрат экспериментально данные затраты вот как раз были проведены нами и вы сейчас можете видеть на данном слайде вот экспериментальные данные показывают что время обработки одного дерева составляет в среднем да то есть ну вот диапазон выбрали и составляет он от 70 до 100 секунд при объеме хлыста где-то примерно около 0,3 физических метров теоретические расчеты показывают что при объеме хлыста 0,43 допустим да вот рассчитывали теоретическую часть время обработки одного дерева составляет 71 секунду 72 секунды при объеме хлыста 0,1 кубометра время обработки составляет уже 61 секунду то есть как бы объем хлыста да вроде там 0,43 тут 0,1 разница всего в 10 секунд в 11 при объеме хлыста 0,35 да допустим вот были такие вот замеры делаем время обработки одного дерева составляет 70 секунд вот значит время цикла вообще в принципе уменьшается из-за меньшего количества распилов при объеме до 0,1 из-за чего сократилось да вот 0,43 и 0,1 то есть разный объем разная длина значит данных ассортиментов и вот уменьшили время цикла то есть за счет уменьшения количества распиловок да мы уменьшили время на обработку время цикла то есть на обработку одного из дерева вот значит здесь в табличке да вот как раз таки можем наблюдать принципе по операционно сколько времени занимает одна или даже одна и другая операция да то есть вот для одного дерева оператор подъезжать то есть определенному кому-то месту уже до волоку производит поезд деревьев в среднем все показатели только в среднем к среднем количестве указанность среднем 3 секунды подведение хрестерной головки да много факторов еще может посторонних влиять да то есть как-то может надо чуть вперед подъехать как-то может назад отъехать да может как-то машину повернуть чтобы проще было дотянуться до дерева и поэтому как бы такие показатели идут уже с интервалами как правило себя то есть это от 3 до 60 секунд зависимости от того на каком все расстояние может быть данная машина данное дерево стоит да то есть может она у самой машины может она быть на вытянутой стреле и то есть вот эти все факторы складываются проводится хронометраж и выводится в средние показатели уже расчетные показатели да по эффективности вообще системы естественно как бы в принципе зависит не только от машины но и от самого оператора который непосредственно период то есть на данном комплексе тоже немало немаловажных фактор то есть человеческий которые нужно всегда учитывать и подбирать естественно как-то проводить и находить компромисс значит вот в качестве вообще в принципе примера да могу сказать что представлено определение вообще показатели произведительности при проведении сплошных рубок рубок ухода комплекс на рубке до системой машин хоревесор фарват вот таблица 2 как раз показано отличины объема хвоста для трех видов рубок на которые в дальнейшем будут пользоваться за у нас для расчетов то есть вот мы здесь с вами можем как раз таки посмотреть на эти данные нашей таблички значит для комплексной рубки объем хвоста сопротивляется посмотрим когда видим табличку то есть где в 1x это объем хвоста при сплошной рубке в x2 объем хвоста при рубках ухода x1 это процент до соотношения сплошной рубки то есть руки главным пользованы комплексной x2 это процент до соотношения рубок ухода в комплексной то есть вот таким методом значит объем хвоста для комплексной рубки определяется как бы по формуле и равен примерно 0 35 то есть при этом как бы часовая производительность хоревестра при сплошных рубках равна 17 и 3 смена производительность уже 119 кубов для определения в принципе производительность фарвардера при сплошно лесочечных руб когда необходимо определять время цикла 3 легких сортиментов который у нас равно вот четыре тысячи как бы 394 числа производительность фарвардера равна 15 кубов смена производительность уже достигает стопики то есть вот такие вроде неприметно расчеты да но дают все до разно производительность расчет времени цикле часовой производительности вообще в принципе хорвестр и фарварда для двух групп видов рубок проводится аналогично то есть аналогичность способом которые у нас указан табличка Да, то есть вот мы видим время цикла Харвестра, время цикла Фарварда, часовая производительность и часовая производительность другой машины. То есть вот как бы мы с вами это и наблюдаем. Значит вот, ну что здесь в принципе еще можно добавить по данной табличке. То есть все эти цифры тем не менее добыты экспериментальным путем, после которого был проведен небольшой расчет. Вообще, как бы главная идея методики расчета определения затрат на эксплуатацию машин, их выражение, их параметров времени и производительности. Вообще, вот целью является получение вообще достоверных показателей в год, в час или на куб. То есть как бы много всяких вариаций, различных вариаций. Таким образом можно определить величину расхода на выполнение машинной операции в различных ситуациях. И рассчитать уровень использования вообще листичных машин и соответствующих затрат, при которых работала, при которых бы шла работа и была хорошая рентабельность. При расчете вообще затрат, способ определения используемых показателей, зависит вообще в принципе от целей дальнейшего применения. Когда затраты рассчитываются на одну машину, за основу принимают цену, сведения о затратах, касающихся данной машины. Все. Сведения о конкретной машине берутся, как правило, из бухгалтерской отчетности и по результатам мониторинга. Ее эксплуатация непосредственно на основных работах. Вот, то есть, все. Больше, то есть, два нюанса. То есть, это бухгалтерская отчетность и мониторинг. На каких-то работах. Для обоснования расходов используются средние, всегда средние данные машины. То есть, фактическая цена, расход топлива, расход грибчих-мазочных материалов, информация о плановых ремонтах. Результаты, как бы, отработанного машинного времени можно получать расчетным путем, согласно установленным принципам. Используя какие-то там наблюдения за ее работой. То есть, элементарно, в принципе. Вот, и при сравнении различных технологий заготовки, расчеты затрат следует проводить в сопоставимых единицах. Всегда. Значит, полученные данные обобщаются в виде калькуляции затрат на эксплуатацию электричных машин или систем машин. То есть, в принципе, как бы, в данную калькуляцию включают затраты, как правило, имеющиеся, имеющие прямое отношение к эксплуатации электричных машин. То есть, в ней не учитываются накладные расходы, а также, в принципе, не учитываются затраты, являющиеся, ну, какими-то идентичными, вообще, в принципе, да, вне зависимости от модели используемых машин. Там, платежи по добровольному страхованию работников, да, там, допустим, какие еще могут быть арендные оплаты, да, по договору аренды лесного фонда. Затраты на подготовку, да, работы. Потом, допустим, могут быть затраты на содержание лесной вахты, да, допустим. Или организована какая-то доставка персонала в место работы и обратное. То есть, вот эти вот моменты всегда берутся только показатели, которые необходимы для расчета производительности, да, которые могут свестись в общую таблицу сметную, то есть, калькуляцию, да, на данном моменте. Ну, и, в принципе, чтобы можно было их применить для всех типов техники. То есть, это вот такие основные моменты. Важно, чтобы, вот, в принципе, при расчете применялись единицы времени, на которые, да, основывались такие бы, как бы, значения. Как бы выработка на единицу продукции. За единицу отработанного вообще, отработанного машинного времени принято считать один машина-час. То есть, это вообще принято единица машина-час. И вот работа машины может быть организована в одном несколько смет, да, то есть, при таком... Вот как раз-таки, вот, здесь показан пример расчета, на данном слайде, при различных сменных режимах. Как раз с вами можем это и наблюдать. Вообще, фактическое эффективное время, значит, исчисляют в часах. Вот. Это, значит, фактическое время непосредственно связано с выполнением машинных, как бы, основных работ. И вот, как раз, вот эти все данные у нас с вами показаны в табличке. То есть, как бы, пример расчета, да, использования технических, как бы, показателей при двух работах. Так, что-то у нас тут повесло все. Повесло что-то. Так. Ну, как бы, пример расчета прогнозированных показателей. Здесь, как бы, прогнозируем вообще фонд эффективного рабочего времени, исчисляется в часах, да. Это, вообще, в принципе, планируемое время, непосредственно, как бы, связанное с выполнением машины для основных работ. Вот, как раз, пример расчета, вот, здесь тоже предоставлен, да, то есть, мы с вами можем видеть эффективное применение, как говорится, при двух- и трехсменных режимах работы. Наиболее, вообще, эффективным является круглосуточный режим работы. И машины с экипажем из операторов, из четырех операторов, которые, вообще, в принципе, получили широкое распространение среди предприятий, вообще, в принципе, в целом Российской Федерации. Они, как бы, осуществляют заготовку по ассортиментной технологии. Вот, и все, то есть, машина максимально загружена, максимально работает, то есть, и получатся максимальный эффект. При этом, как бы, вообще, в принципе, режимы рекомендуются следующие, как бы, последовательности, вообще, шагов по расчету оперативного времени, да, работы машин. Вот, всего, допустим, берем, в среднем, 365 рабочих дней. Вот, 365. Из них, как бы, получается у нас 115, ну, в среднем, да, то есть, год от года не приходится, поэтому, как берем, усредненный, показатели, сразу говорю, выходные и праздничные дней, да, 115 дней. Годовой фонд, как бы, рабочего времени машин, да, в односменном режиме, в днях, 250. Годовой фонд рабочего времени машины в круглосуточном режиме, в часах, 6000. Годовой фонд, как бы, рабочего времени четырех операторов машины, без учета отпусков, да, то есть, это 250 рабочих дней, умножаем на 8 часов, минус 7 часов, умножаем на четырех операторов, да, получается 7900 уже, да. Вот здесь уже, вот, сразу видно, то есть, как идет развязка, какую, в принципе, вы получите производительность и эффективность данных машин. И, поскольку, как бы, на каждой машине работает стабильный состав операторов, вот, мысль потерял. То есть, вот, мы, как бы, с вами рассчитали усредненный, да, показатель 7900, да. А если у нас уже состав, как бы, операторов устабилизировался, то годовой фонд рабочего времени следует, вообще, в принципе, скорректировать на время их пребывания в отпусках. То есть, ну, вообще, в принципе, это необходимо, то есть, мы с вами просто посчитали, грубо говоря, за целый год, да, без всяких отпусков. Но, все-таки, Трудовой кодекс Российской Федерации, да, наш предусматривает, что предстоит работник, уже годный, как бы, оплачиваемый отпуск, продолжить пасху календарных дней. То есть, в принципе, это все знают всегда, то есть, и могут, и должны это соблюдать. Статья Трудового кодекса, если мне память не изменяю, то есть, да, по данному вопросу, это статья 115 Трудового кодекса. Кроме того, отдельно, как бы, категории работников имеют право на дополнительный отпуск. То есть, 7900 часов у вас комплекс будет очень мало работать. То есть, ну, в принципе, это только, как вам правильно сказать, это только часы, которые могут быть только в теории. В самом деле, то есть, вот, грубо говоря, 28 календарных дней, пожалуйста, вам один отпуск, да. Есть категории работников, которые имеют дополнительный отпуск, как бы, да, соответственно, 116. Вот, дополнительный отпуск за работу, там, в сетях, приравный, там, к раннему северу, допустим, да, где и заготовка идет. Он составляет еще 16 часов. То есть, как бы, вот, о, 16 календарных дней. Поэтому, как бы, вот это я хотел все учитывать и соблюдать. Вот, необходимо так бы предусмотреть другие, как бы, какие-то, да, дни, там, не выхода на работу. Вот, ну, бывает масса причин, как бы, масса экстренных ситуаций, в принципе, даже не экстренных, это жизненные ситуации, это, допустим, болезнь, да. Или, ну, если молодой какой-то оператор, то есть, необходимо какое-то повышение, повышение квалификации, пожалуйста. Или, допустим, там, учебный отпуск. Вот, как бы, из сложившейся практики этого времени можно оценить, в принципе, на 16 рабочих дней. На одного работника в год. Вот, и при общей продолжительности отпуска, да, в другие и других не выходов на работу, но это величина 60 календарных дней, которые, вот, данная величина снижает вообще фонд рабочего времени операторов совершенно. И получается 60 рабочих дней, то есть, мы умножаем на 8, умножаем на 4, это 1920, да? 1900, да, 1920. То есть, вот, годовой фонд рабочего времени операторов уже будет составлять не 7 тысяч часов, да, как мы с вами, в принципе, изначально планировали, да, что там 7 тысяч 972 часа. А вот, из той суммы, да, ну, округлим 8 тысяч, да, там, эти часики маленькие. И здесь 1900. В итоге у нас уже получается 6 тысяч, да, 6 тысяч часов. Вот, и таким образом, как бы, вот, вот, пример вам, да, годового фонда рабочего времени машины, как бы, соответствует вот суммарному эффективному годовому фонду операторов, да? То есть, вот, мы с вами проследили всю цепочку, если машина у нас может провести в лесу все там 7 тысяч 900 отработать, да, свои, то, вводя человеческий фактор, то есть, вводя законодательство, с которым мы обязаны с вами работать, да, у нас этот показатель падает. Падает, и тем самым, как бы, мы уже не сможем выйти на ту максимальную произведительность, что, ну, в принципе, нормально, да, для наших условий. Вот, в принципе, вот, перерывы, задержки, включать в себя где-то регламентируемые и не регламентируемые, да, простые. То есть, опять-таки же у нас идет вот все на ту общую, то есть, как бы, на общий фонд рабочего времени тоже влияет. Вот, и, как бы, регламентируемые простые машины в рабочее время могут быть связаны с ее подготовкой к работе. То есть, это мы можем учесть, да, там, техническим каким-то обслуживаемым, ремонтом, да, то есть, если у нас, грубо говоря, машина отработала 3000 моточасов, мы обязаны провести те или иные работы. Вот, если она отработала на 8000 моточасов, то мы должны провести те работы, да, уже технические работы. Как бы, время перерывов, предусмотренных вообще, в принципе, технологий, да, и организации производства, на алистичных работах устанавливаются в нормативных документах организации. Как бы, вот, опять-таки же, из сложившейся практики, в принципе, да, вот, исходя из своего опыта, показатель, да, вот этого, то есть, вот этих перерывов, он может составлять примерно 20-30, да, процентов от годового фонда рабочего времени машины. А вот самое плохое, то есть, это как раз-таки нерегламентированное простое. Любые, непланированно простые, да, от лечения машины, связанное с ее использованием на выполнении неосновных работ. Как правило, ну, опять-таки же, в среднем, то есть, для каждого это все индивидуально, ну, то есть, вот, из примеров, да, исходя из длительных наблюдений, вот этот показатель у нас составляет порядка 5%, опять-таки же, от годового фонда рабочего времени мужчины. Например, вот, в практике работы, вообще, в принципе, лесовозных предприятий, да, нередко встречаются случаи, то есть, от лечения хорвестера на выполнение работ по раскрыжевке хрустов или дороже строительных каких-то работ, да, когда применяемая модель хорвестера может быть использована в качестве экскавата. Фарвардеры, допустим, могут отвлекаться на работу по строительству настилов. При строительстве лесных дорог, да, на погрузку лесовозных автопоездов, неисточенных гидроманипуляторов. То есть, как бы, вообще моментов много. Какие-то на работу могут вызвать на работу по транспортировке лесоматериалов. С одного лесного склада на другой, да, по дополнительной сортировке какой-то лесной продукции или готовой продукции. И вот, еще, куда у нас может быть, это у нас время на перемещение. То есть, время перемещения, это, грубо говоря, время затрачено на перемещение, то есть, лесничных машин с одной делинкой на другую. Вот, из годового фонда рабочего времени, вот, такой показатель примерно отнимает 5-10%. Ну, вот, смотрите, и исходя, как бы, вот, из всего, да, то, что вот мы с вами сейчас посмотрели, можем получить, то есть, вообще, в принципе, какое время-то у нас в итоге складываться. То есть, если изначально у нас по расчетам, что 250 рабочих дней, там, 4 человека, 8 часов, мы получаем 7 920, да, то сейчас-то мы сколько уже получим? И сейчас, вот, как раз-таки, если большая арифмедика, то есть, вот, все вот эти процентовки, которые мы с вами, которые только что были оглашены, если мы с вами вычтем из остатка уже того времени, которое у нас составляло 6050, по-моему, да, 50 часов, то есть, вычтем как раз все временные, то есть, вот эти затраты, это у нас время на перемещение, да, там, допустим, время, то есть, на задержки, перерывы, да, то есть, вот из этого всего, если мы будем вычитать. То у нас получится следующая картина, что остается-то в итоге у нас, грубо говоря, 3900 часов. Четверых. То есть, вот, 3000 часов, 3900, да, у нас, это практически половина того, что может машина и то, что могут люди. То есть, вот, вот этот человеческий фактор, который может быть. Ну, вот, и, как бы, давайте мы с вами посмотрим, да, от грустного отойдем и посмотрим, какие затраты у нас могут быть на предприятии, да. Вообще, первоначально, как бы, стоимость машины определяется, как сумма расходов. Ее приобретение, доставку, приведение до состояния, да, в котором она пригодна для использования. За исключением налогов на добавленную стоимость, там, или акцизов каких-то. Вообще, срок полезного использования машины признается периодом, в течение которого машина служит для выполнения, как бы, деятельности организации, да, ну, для выполнения целей, там, деятельности организации. И вот, срок полезного использования определяется организацией самостоятельно. На данную, как бы, самостоятельно, на дату ввода машины в эксплуатацию, в соответствии с положением, как бы, да, законодательства или внутренних каких-то приказов и утверждений. По, как бы, своей классификации основных средств, да, фарвардеры и хорвестеры, в принципе, без разницы, это возможно отнести к четвертой группе имущество со сроком полезного использования 5, ну, свыше 5 до 7 лет включителях. Вот годовая норма амортизационных отчислений. Начисление амортизационное, вообще, начисление амортизации, да, производится одним из следующих, как бы, вообще методов. То есть, это линейный метод, как правило. Ну, бывает, в редких случаях, не линейный, как бы, добавляют, но всегда используют линейный. То есть, для зрительной организации, которые используют линейный метод, при этом сумма начисляется за один месяц амортизации в отношении объекта амортизации, амортизируемое имущество, вот, и определяться, как произведение его первоначальной стоимости, да, и норма амортизации, определенной для данного объекта. При применении линейного метода норма амортизации по каждому объекту имущества определяется, как бы, по формуле. единичка, то есть, да, норма амортизации. Единичка, деленная на срок полезного использования данного объекта. Сейчас, единичка, деленная на N, то есть, срок использования. Срок использования, причем срок использования, да, единичка, деленная на N, то есть, на срок использования, который выражен в месяцах, да, то есть, не в годах, а именно по месяцам, потому что амортизация у нас будет начисляться каждый месяц, и умножен на 100%. Вот. Вот это у нас, как бы, амортизация. Получающий, как бы, в принципе, коэффициент к норме амортизационных отчислений, да, ну, в определенных случаях организация вправе, да, применять метод, как бы, ускоренной амортизации. Как бы, тоже, ну, соответственно, как бы, с предусмотренным постановлением, опять-таки, для Российской Федерации, об использовании механизма ускоренной амортизации, да. Среди изгородельных предприятий наиболее распространено применение повышающего коэффициента. Это три. Процентная ставка по банковскому кредиту, в случае, когда источником средств для приобретения машины является, или будут являться банковские кредиты или выплата процентов банку, учить в составе условно-постоянных затрат. Лизинг, да, то есть лизинговые платежи. Под лизингом, под лизингами, как бы, понимаете, общая, в принципе, сумма платежей по договору лизинга. По договору лизинга за весь срок действия этого договора. Который входит в возмещение затрат, как бы, лизинговых, лизингододателя, да, то есть связанных с приобретениями, передачей предмета лизинга. Лизинга, возмещение затрат, связанных, как бы, с оказанием каких-то других предусмотренных договоров, услуг. А также, вообще, в принципе, доход. То есть, той организации, которая предусмотрен лизинг. Общую сумму договора лизинга можно включать, в принципе, в выкупаемую цену предмета, да. Если договором лизинга предусмотрен переход, право собственности на предмет лизинга, конечно. Вот. И, как бы, все стороны договора лизинга, да, имеют право по взаимному соглашению применять ускоренную амортизацию предмета. То есть, ускоренная амортизация предмета лизинга широко применяется, в принципе, в лизогативных промышленности России вообще. И, как бы, используется коэффициент ускоренной амортизации, тоже равный трем. Что тут еще может быть? Аренда. Да, то есть, по договору аренды, допустим, арендодатель представляет аренду имуществу за плату, да, во временное владение или пользование, да, временное пользование. Платежи арендной платы, как бы, учитываются в составе условно-постоянных затрат. В случае, когда, в принципе, лесные машины используются на условиях договора аренды. Страховка, лесные машины обычно, да, то есть, страхуются на случай пожара, там, аварий, там, ответственности за возможный ущерб, в принципе. Годовая сумма, как бы, страхования рассчитывается согласно действующим страховым тарифам. Страхование лесной машины, как правило, является обязательным в случае их приобретения на условиях договора краслизинга или банковских кредитов каких-либо. То есть, это обязательное условие. Вот. Прочие расходы. Прочие расходы. В состав прочих расходов могут входить в затраты на подготовительные какие-то работы. Подготовительные работы на лесосеке. Там устройство каких-то временных подъездных путей. Склад хранения древесины, да. Спецодежда. Налог на имущество, транспортный налог, да, там, доставка персонала от места жительства до места работы. То есть, как бы, много. И вот это прочие затраты. То есть, да, содержание лесной вахты. То есть, это вот все идет в затраты постоянные, от которых никогда мы не сможем, как бы, избавиться, да. Вот переменные затраты, переменные затраты, там немножко все попроще. Здесь можно играть, варьировать и, как бы, их немножко регулировать. Вот к переменным затратам, как мы видим на картинке, относимся к ССМ, да, топливо, ремонт, проведение ТО, оплата труда, использование личного транспорта на производственные нужды, ну и содержание предприятия. Да, то есть, как бы, вот, расходы ГСМ, расходы вообще топлива, планируют, как бы, и учитываются по каждому виду, по каждому виду, то есть топлива, да, в натуральном выражении. На основании каких-то норм расхода на единицу готового продукции или, там, на машину-часы, да, то есть, норм расхода для каждого вида топлива устанавливается отдельно для каждого вида машин. Это всегда, на каждом предприятии. Расходы, как бы, на ремонт и техническое обслуживание, тоже переменные затраты, да, обладаются достаточно, как бы, высокой надежностью, и, ну, зарубежно, да, или зрительные машины. При эксплуатации требуют, как бы, вот, выполнения жесткого вообще регламента ТО, от которых напрямую зависит ее безотказность и долговечность. То есть, периодичность проведения различных видов технического обслуживания, да, установлена уже, значит, установлена уже руководством по эксплуатации машины, да, или в технической документации. То есть, вы, ну, производителя данной техники, сразу, значит, получаете карту технического обслуживания, соответственно, с которой вы должны работать. И вы уже это можете себе запланировать, куда-то, то есть, да, галочку поставить, для того, чтобы безболезненно для машины, значит, работать и работать. Вот, значит, сейчас мы с вами... Так, это у нас... Нет, это еще пока нам рано. Давайте сейчас вот еще немножко про затраты поговорим, и потом я перейду на следующий слайд. Вот, смотрите, например, вообще затрат на технический ремонт, да, стоимость затраты, зависит от ее наработки. То есть, это техническая обслуживания, как бы, от ее наработки, то есть, от наработки техники. Значит, вот, допустим, берем диапазон по моточасам. То есть, ноль, там, да, допустим, две тысячи моточасов, да, и вот, примерно, в процентах, если брать, значит, в процентах расхода, да, от цены новой лицогридной машины, то, вот, допустим, если отработал до двух тысяч моточасов, то в процентах это, получается, 4.6, да, грубо говоря, 5.7. Харвестер, да. Фарвардер 4.6, Харвестер 5.7. Это стоимость. Вот, грубо говоря, две тысячи, десять тысяч, это уже 25-35 процентов, да, или 30-40. А вот, если уже 20 тысяч, вот, часов, то это уже 80-100, 100-130, то есть, да, то есть, там уже техника отработала все, что могла. Да, здесь уже приходится укладываться по максимуму. Ну, запасные части включают в что себе? Ну, допустим, пильные цепи, да, и шины. Потому что, вот, допустим, срок службы цепи в среднем составляет 250-300 кубометров цепь. Средний срок службы пильной шины 2503 тысячи кубометров шина. То есть, грубо говоря, вы выпилили 2500, шину поменяли. 250 кубов выпилили, цепь поменяли. Цепь уже не пригодна для дальнейшей эксплуатации. Оплата труда. Включают в себя любые начисления работникам в денежном или натуральной форме. Стимулирующиеся какие-то начисления, то есть, это премии, надбавки, компенсационные какие-то, допустим, начисления, связанные с режимом работы или условиям труда. Премии, что еще? Какие-то единовременные поощрения, начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников с каким-то законодательным актом или с коллективным договором. Единый социальный налог. То есть, налогоподтельщикам налога применяются организации, индивидуальные предприниматели или физические лица. То есть, все, кто занимается каким-то видом деятельности официально, платят единый социальный налог. Значит, объектом вообще налогообложения, единым социальным налогом, являются выплаты или иные какие-то вознаграждения, начисляемые плательщиком налога в пользу физического лица, по трудовому договору, по гражданско-правовому договору, предметом которых является выполнение каких-то работ или оказание услуг. То есть, вы захотели премию выдать, вы ее выдали, но вы с этого еще налог заплатите. То есть, это тоже, опять же, появляется расходом. И налоговая база определяется как сумма выплат или иных вознаграждений, начинаемых плательщиком за налоговый период. То есть, все, в конце собрали все суммы, сколько вы им заплатили, и вы еще отчисляете единый налог. Там, страховые, допустим, взносы, да, по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве или профессиональных каких-то болезней. Вообще, то есть, вот эти все нюансы, да, связанные со всеми вот этими затратами, они очень, так сказать, вроде бы и хочется, как говорится, работников порадовать и начислить им премию. А с другой стороны, здесь у тебя налоговая, которая уже говорит, что давай ты им начисли, ты их порадуй и потом нам еще отчисли, еще и нас порадуй. То есть, как бы, да, ну и, как бы, вот, прочие вообще расходы могут входить в затраты, как бы, на сырье, материалы, услуги, да, там, производственники, ну, производственного характера, да, услуги, или какие-то вообще иные, в принципе, расходы. Ну, вот, как бы, в принципе, вкратце, да, об этих затратах. Ну, вот, годовые затраты, да, получают, суммируя, как бы, все расходы в течение года, вот, это Финляндия, да, вот, мы брали такие калькуляции расчетов, рекомендуется включать, как бы, риск предпринимателя, ну, предпринимателя, 5%, да, от резервных фондов. Вот, это вот такие, вот, как бы, у нас годовые затраты. Здесь, значит, мы, вот, видим, сколько у нас выходит рублей, допустим, да, на куб по затратам, да, то есть, с куба, с каждого заготовленного куба бреди семя, допустим, Джон Дир, 200 рублей, Тимберджек, 228, вот, Вольво, самое дешевое, у нас, 161. То есть, как бы, вот, такие условия, да, то есть, где мы можем с вами наблюдать за облачные цены. Ну, вот, в принципе, что-то так, то есть, вот, то есть, как бы, здесь уже более детально проведены годовые затраты, то есть, да, пример расчета, да, фактических затрат для различных моделей хоровестеров. Вот здесь, продолжение, да, амортизация, сколько начисляется, то есть, как бы, ну, то, что мы с вами проговорили до этого, да, переменные все затраты. Точно так же, вот, мы сделали и привели, то есть, расчет, фактических затрат фарвардеров, то есть, ну, взяли, самые распространенные модели, по которым произвели расчет, это вы можете более детально, как бы, обговорить, то есть, ну, посмотреть, все это есть в презентации. Ну, и вот, значит, контрольные вопросы, то есть, что, в принципе, от вас в дальнейшем, ну, на что более детально, как бы, акцентрировать внимание, да. Вот, если есть вопросы, пишите, задавайте. У меня все на сегодня. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...